Всем привет! Погода говняцкая, а мы с Машей собрались. Во-первых, она на прививке, делает сегодня вторую. И у нас сегодня аппоитмент. Как говорится, немало бабок лопоту. Идем посмотрим один домик. Домик от нас на расстоянии полчаса езды. Конечно, не наша вот эта эрия. Эрия похуже. Но вот здесь, где мы живем в данный момент, дома нам не под силу. Идем смотрим такой более густонаселенный такой городок. Ну и не такой рейтинг во всех пониманиях. Но на другой мы не потянем. Мы и это не знаю, или вообще потянем. Мы идем вот так, как котята в мешке. Слепые, ничего не ведающие, ничего не знающие. Или что-то слышащие так понаслышке. Короче, аппоитмент у нас с риэлтором, который, я даже не знаю, или покажет нам дом. Потому что я там читала в некоторых группах. Пишут, что если у вас нет приапровала, короче, с банка договоренностью, что банк дает вам деньги, то в дом вас могут не завести. Я не знаю, какая это правда. Наверное, тоже все зависит от риэлторов, от риэл эстейта, от штата, от чего не знаю, от чего. Но мы идем. Может быть, сейчас какая-то другая обстановка в связи с этим все могут и показать. Домик неплохой. Конечно, то, что он находится в такой зоне, сам домик в зеленой зоне по криминалу, потому что я уже смотрела и криминал как там. Но вот так прямо через дорогу уже оранжевая зона. Конечно, воры не приходят к таким, как мы, я так понимаю, потому что у нас и краситься нечего. Сколько они хотят первый даунпеймент за этот дом? 75 тысяч. Я не знаю, что они нам расскажут, что они нам скажут. Мы идем, посмотрим. Вы знаете, и хочется, и колется. И вот так уже это меня мутит и крутит. И Маша говорит, мама, нечего тебе делать, а я хочу посмотреть. Мне хочется вот как бы дотронуться до этого всего, понять, стоит влазить, не стоит, тяжело или не тяжело. Сразу скажут, лучше в этой невласти. А могут сказать, мы вам поможем, мы вам поможем и кредит выбить, и все. Есть же сейчас такие, это, наверное, тоже, опять же, на кого попадешь. Кто хочет заработать, сможет и помочь. Короче, здесь столько заморочек, что, короче, без 100 грамм не разберешься, и 100 грамм, наверное, тоже не хватит. Но потихонечку, потихонечку нужно начинать. Нужно вот это все как-то разложить по полочкам. И хочется, и колется. И хочется, и колется. И не хочется выезжать из этой местности. Ну, чтобы вы знали, вот для сравнения, что это за местность, где мы живем. Я вчера, было достаточно тепло, ехала домой с открытым окном, открытое полностью. Вышла с машины, машину закрыла и пошла. Утром прихожу, дождик такой моросит. А у меня окно открыто, сижу в машине, села в машину, смотрю. Ух, нифига себе. Целую ночь ночевала машина с открытым окном. Что у меня здесь в машине, что могли взять? Вот, безрукавка здесь лежит. Зонтик. Да какие-то книжки, очки. Ну, просто ради понта могли засунуть руку, забрать очки. Так, заради интереса. Здесь в бардачке у меня что? Ничего такого, маски. О, есть мешок с деньгами. Вот здесь в этом мешке, это по 25 центов. Ну, долларов, наверное, я не знаю сколько, 50 может быть. Когда я считала раньше, было 35. Немножечко дособирала. Вот так вот. Все открыто, никто не лезет, никому ничего не надо. Конечно, машина стояла в ряду, я уже встала так в серединку. И вот эта машина, со стороны которой было открыто окно, не выезжала. Я ее как застала, так и уехала, она осталась. Может потому, я не знаю. Может просто моя машина никому не нужна, подумаешь тоже мне. Сильная машина, не Порш. Так что, если нам понравятся вот эти вот такие вот посещения вот этих домов, может еще что-то найдем, может что-то поедем. Маша сегодня выходная и завтра тоже. Вот для прививки она так себе два выходных дня сделала вместе, чтобы, ну если вдруг, не знаю, прививка там не пойдет, чтобы она могла дома полежать. Надеюсь, что все пройдет благополучно. У всех по-разному. Говорят, что перед прививками хорошо напиваться, насыщать организм вот этими напитками гетерейд. Кто знает, которые пьют спортсмены, когда бегают, когда они, короче, теряют силы, когда они сильно потеют. Они пьют вот этот гетерейд, который пополняет все эти запасы всего в организме. Чего там? Ну, короче, всего, что спортсмен теряет при изнурительных тренировках. Никому не советую. Ну, вот такое Маша слышала. И Маша вот этих уже вчера, позавчера на этот гетерейд пьет. А дождик вот идет. Ну, вот что за говняцкая погода. Я люблю идти смотреть домик, когда он во всей красе, когда он зеленый. Вот хорошее время. Я не знаю, или хорошее время для покупки, но хорошее время смотреть, как дом выглядит вот в такое шикарное время года. Что там цветет, что не цветет, какие деревья, какая местность. Сейчас дождь, все по домам. А хотелось бы посмотреть, а что за соседи? А кто тут швендиет? Не знаю. Но дом, во-первых, старый, сам по себе, постройка 19-го года. Но он был продан в прошлом году, в конце почти прошлого года. И вот уже в апреле месяце его сдали на продажу. За 192 его продали, извините меня. За 375 сейчас его продают по новой. Посчитайте, там сделали ремонт. Они пишут, что полностью сделан реновейшн. Картинки красивые. Все там красиво. Не знаю, как там будет воочию, чтобы на это все посмотреть. Единственное, что там нет гаража. Драйвей такой длинный. Три машины наши помещаются. Если что. Гаража нет. Но есть вот какая-то такая будка, наверное, под инструменты. Может быть, садовые. Может быть, там такие, не знаю. Но будка какая-то есть там в конце. Бэкьярд небольшой. Так же, как и фронт-ярд небольшой. Не сильно он там ухоженный. По картинкам цветы не буяют. И кусты там. Так, просто деревья, травка. И что еще нету бейсменда? Бейсменд типа есть, но он не сделанный. Он там как сторож, они пишут. Как кладовка тоже для вещей. Хранить вещи. Типа нежилой подвал. Не во всех домах здесь есть подвалы. Вот эти бейсменды пригодные к жилью. Вообще к чему-либо. Есть так. Есть доделанные, есть недоделанные. Есть классные. Заходи и живи. Даже можно впускать жильцов. А есть нет. Просто вот так вот. Чтобы держать какие-то вещи. Плюс это, минус это, не знаю. Но как бы пока у нас таких больших планов, чтобы кого-то впускать, нету. Значит, три бедрум этот дом. Есть типа и столовая небольшая. И living room, как бы гостиная. Не знаю. Нужно хорошо знать, какое отопление, какого типа, какое лучше, какое не лучше. Менялись вот при этом ремонте, что они говорят, что сделали. Меняли это, не меняли. Вот это все нужно спрашивать. Буду Машу штуркать. Маша говорила с этим риэлтором. И вот так как-то все, да-да-да-да-да-да, вот здесь как-то все вот так как-то страшно. А шо страшно? В морду никто не даст, правильно? Сделали appointment. Сказали, что давайте встретимся. Давайте. Захотят показать, покажут. Захотят. Это их работа. Это их заработки. На нас, конечно, они не заработают. Они заработают на тех, кто этот дом продает. Этот дом, за всю его историю, которую они показали, продался всего один раз в прошлом году. Значит, это от какого-то 19-го года этот дом. 1919-го, на минуточку, ему уже больше 100 лет. Но одна продажа на его вот истории. Видно, последние 30 лет его, наверное, не продавали. Но это тоже, мне кажется, какой-то плюс, потому что люди не уходили, не переходил этот дом с рук в руки, потому что может быть хорошее место, может быть спокойное место. Никто никому не мешал. Это тоже еще может быть плюс. Главное, чтобы там не было никаких вот таких вот каких-то речушек, речушек, ручейков, чтобы он не подтоплялся. Ну вот такое, ну такое, не знаю, вот такое. Сейчас пойдем посмотрим. Я не знаю, ли я смогу что-то снять, чтобы показать. А придем, расскажу. Расскажу, стоит ли это всего или не стоит. И как это было. Вот этот домик. Домик маленький, совсем небольшой и проперти небольшое. Комнатки совсем малюсенькие, а совсем малюсенькие. Кухонька маленькая, все маленькое. Ну, как бы для нас хватило бы. Единственное, что далековато нам добираться. Больше, чем полчаса езды. А Маша будет еще дальше до работы. Короче, деревья тут большие, надо будет листья собирать. Много листьев. Ну, Маша. Не шуми тут. Сейчас нас побьют еще на чужой территории. Окон много. Батареи тоже есть, радиаторы на тепло. Холод. Тут и такой вот вставной в стенку. Не то чуть-чуть. Вот вам покажу чуть-чуть эту эрию. Тут соседи. Не грязное, не зашморканное что-то. Не какое-то гетто. Да, оно далековато. Значит, смотрите. Посмотрели мы. Домик сделанный. Все чистенько, аккуратненько покрашено, побелено. Кухня обновленная полностью. Новый холодильник. Вот такой вот стайл, стил, как называется. Вот такой под нержавейку. Плита новая под нержавейку. Тоже хорошая. Контратапы все, вот эти поверхности. Все новое. Кухня новая. В комнатах пол вроде тоже новый. Окна покрашенные. Даже, может, и даже новые окна. Стены покрашены. Все сделано. Но. Они фотографии ставят. Фотографируют. Делают там, как бы, съемку с дальнего расстояния. И показывают, что вроде комнаты большие. Мы как зашли? Комнатушечки? Я не знаю. По 10 квадратных метров, наверное. И столовая, и гостиная, и спальни. Все три. Вот такие вот. По 10 квадратных метров. Есть шкафы. Есть клазет. Я не могу сказать, что это уокинг-клазет. Небольшие, чтобы там ходить туда-сюда. Ну, окей. Есть. Подвал. Подвал есть. Но подвал, вот все, что вложено в этом смысле слова. Подвал. Нету там ни стен, ни потолка, ни пола. Вот такое черное все. Прохладное, холодное. Вот как будто наши когда-то были подвалы вот там вот в Союзе. Где мы держали квашеные огурцы и помидоры. Вот это вот был подвал. Подвал никакой. Аж мне страшно стало от того подвала. Вы знаете, я так себе думаю, для нас могло бы быть. Хватило бы для нас троих. Окей. Каждому по комнатке разошлись и тишина. Одна ванная с туалетом, правда. И на второй этаж очень вот такая вот какая-то крутая лестница. Вот так. Тоже очень аккуратно нужно подниматься и спускаться, потому что можно легко навернуться. Что они хотят за этот дом? Угадайте. 375 тысяч. Если бы он был где-то вот здесь, может бы даже и взяли. Она сказала, что подвал это ерунда, можно сделать за 10 тысяч. Я не знаю какая это правда. Мы тут вообще в стройке совсем не вникали. Сколько это может стоить. Но, во-первых, переться в такую даль. Ох, как неохота. Ох, как неохота. Короче, мы с Машей посмотрели. Дали нам вот такую папку, чтобы вы не думали, что я обманываю, что мы ходили. Дали нам вот этот клиент фулл на этот дом, эту штуку. Все, вот вся информация об этом доме. Но мы же пришли вот так вот, с пустыми руками. Здрасте, ваша тетя. Без ничего. А они хотят, чтобы мы уже имели приопровол какой-то из банка. Даст нам банк деньги, не даст нам банк деньги. А мы говорим, сори. Мы первый раз. Мы вот пришли у вас узнать какую-то информацию, с чего нам нужно начать. И вот она нам дала. Buying process steps. Вот сколько шагов нужно сделать, чтобы начать покупку дома. Конечно, тут все по-английски. Я не знаю, ли вам стоит это все читать. Но сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять шагов. Первое из них, что она нам посоветовала? Найти mortgage broker, который, типа, сделает за нас дело с банками, где нам нужно будет брать этот, как он называется. Короче, деньги в кредит. Вот как я хотела идти, так уже больше не хочу. Посмотрела, посмотрела и поняла, что нужно продолжать. Здесь нам ничего не светит. Во-первых, из-за длинной дистанции, которой нужно добираться. Ну и во-вторых, наверное, еще не время. Но, как бы, шею у нас никто не гонит. Берите, берите. Можно ходить. Сейчас начинаются вот такие вот открытые open house. Смотреть дома разрешают. И вот потихонечку можно смотреть. Вот так вот с Машей и нога, когда Маша дома, есть свободное время. Можно идти и смотреть, приглядываться. А время движется вперед. И мы тоже потихонечку будем раскручивать этот вот клубочек. Затягивает. Это такая штука, капец. Я уже столько домов пересмотрела. Во всех вот тут вот городах близ лежащих. И я уже мысленно почти в каждом была. В каждом себя представила, мое или не мое. Все. А вам всем пока. Всем хорошего дня и настроения. Бай-бай. Берегите себя. Бай-бай. Продолжение следует...